Доброго ранку, мы из Украины. Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк и это новости с передовой. Ну и как всегда начать свой обзор я хочу с потерь российских захватчиков на фронте в Украине. За последние сутки российские войска потеряли 530 своих военнослужащих. А всего же с начала войны с 24 февраля на территории Украины погибло 110 250 российских военных. Потерь в вооруженных силах России нет. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава вооружения и техники. Украинские вооруженные силы передали большой привет в виде хаммерсов военной комендатуре, которая размещалась в селе Васильевка Запорожской области. Да-да, не удивляйтесь. Много двухсотых, много трехсотых. Где-то туда же, только немножечко в другое место. Они же прилетели и на очередной склад оккупантов, полностью уничтожив его. И так будет ежедневно. Ну а теперь срочная новость от губернатора Ростовской области. В своем аккаунте он написал, что недалеко от Ростова, на высоте 2,5 километра, был обнаружен светящийся шар, который летел себе по ветру, играючись, скользя по небу. Спокойно, паники нет, сообщил он. Мы приняли решение его уничтожить. Остановитесь! Получается, что в Ростове уже гоняются за НЛО. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. И успешно его ликвидируют. Но это не точно. А в это время Российской Федерации нашли виновников макеевской трагедии. Когда, по данным аналитиков, погибло не меньше трехсот человек и четыреста еще были ранены. Но данная информация строго засекречена. Исходя из фотографий, а также видео с места событий, я думаю, что погибших было в два раза больше. А раненых в два раза меньше. Так вот, российское руководство признало виновниками самих военнослужащих, которые находились в это время в данном здании. Именно они признаны главными виновниками этой трагедии. Так как они звонили по сотовым телефонам. А это запрещено делать на войне. Так как все эти сотовые звонки отслеживаются врагом. А что, так можно было, что ли? Ну а теперь еще одна отличная новость от наших партнеров. США буквально сегодня включат дополнительно в суперосновной пакет военной помощи, который они вот-вот, с часу на час объявят, дополнительно 50 броневиков пехоты Брэдли. Ура! И удивительных снарядов к ним. Данные броневики они поставят буквально со дня на день в Украину. Но еще одна очень хорошая новость. Для загнивающей российской армии. Владимир Путин наградил Суровикина орденом. За что? За все провалы, отступления, неудачи. За все эти месяцы руководства войной в Украине. Ура! В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина. Но это не точно. Вот и все. Слава ЗСУ. Слава героям. Слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре.